мы можем утверждать сейчас что учитывая чтоб там не говорил путин и представители власти учитывая прорывные рейды учитывая атаки массовые беспилотников на российскую федерацию и разные объекты нефтяной и военной промышленности учитывая вот этот весь и смех и грех который мы начали обсуждать начале что происходит на выборах учитывая что все-таки выйдут люди и на акцию полдень против путина что это последние его выборы без каких-то фигуральных вложений сейчас метафорических в это слово да возможно более чем возможно я не представляю себе ближайшие шесть лет с путиным вообще не представляю если до этого здесь был какой-то морг что да путин навсегда путин бесконечно пока не сдохнет вот он будет он будет он будет это все будет вариться вот в этом в каком-то вялом вне вот это все будет и как зубная боль это все вот сейчас этих шести лет не видно по моему у него их нет по моему у него их нет совсем вспомните последние шесть лет с восемнадцатого года до двадцать четвертого же ух что случилось то если он ну то есть нет невозможно идти дальше такими же темпами куда потому что действительно в шаге ядерная война в шаге третья мировая какие выборы какие выборы я уверена я надеюсь я молюсь я не знаю что весь мир этого не допустит что мир не признает путина президентом потому что ну кому он ну кому на чем с ними переговариваться а чем договариваться с его министром иностранных дел ну ну о чем это конченые люди все с ними нельзя говорить им нельзя верить с ними нельзя ни о чем договариваться это бесполезно это бессмысленно и хватит уже Может быть, пора заканчивать эти бесконечные телефонные переговоры. Они ни к чему не ведут. И в конце концов провести эти шесть лет с угасающим Путиным, с умирающим Путиным, без Путина лучше всего, конечно. Могут ли это сейчас сделать ведущие державы? Ой, да, у них выборы и в Америке в следующем году, и в Германии, и у Макрона там не очень, и все такое. Ну, слушай, даже Мария Лепен говорит, что Путин козел, а уж она-то от него зависима была всегда всю жизнь. Она такая переобулася быстренько. Наверное, Макрон повлиял, подумала, у нее-то еще есть прицел на выборы. И она подумала, ха-ха-ха. Сейчас скажи, что ты поддерживаешь Путина, и никто за тебя не проголосует. Или просто поняла, что не по пути с неудачниками, потому что, когда видят, что такой уже ущербный, бункерный, ни на что не способен, то она поняла, а зачем? А зачем поддерживать? Очень, очень любопытно, конечно, очень любопытно посмотреть будет, неужели в таком же стиле пройдет инаугурация, например. Ведь она всегда была такая зловещая, торжественная. Москву зачищали, ездили только мотоциклы правительственные, всех убирали из окон, там, я не знаю, выгоняли всех из города по пустым улицам. Перекортежи ездили, такие зловещие, бесконечные. Ну, все уже, уже пугали, уже было страшно. Но так и выборы были, были борьба, несогласие, оппозиция выходила. Все это было. Ну, а сейчас-то, сейчас-то у вас ростовые куклы, сейчас-то у вас, сейчас-то у вас балаган, сейчас-то у вас шалман, такой дешевый шалман. И, ну, инаугурация должна быть такая же, как-то держите стилистику. Ну, уж, наверное, правление будет такое. Ну, как ты год встречаешь, так его проведешь, как ты выборы проведешь, так проведешь, все остальное. Вот с этими вот, вот это, вот, вот это с баянами, с цементного завода, вот эти рыбаки деланные, да, вот эти все бюджетники, вот эти все ростовые куклы, эти пляшущие бабки, это голосование на оккупированных территориях, на капотах, вот это путинский избиратель. Вот это вот он, да, действительно. Ну, я вас поздравляю. Ну, я вас поздравляю, дорогие центры избиркомы, сторонники Путина. Вот это вот все, это вот, это вот ваше. Это то, чем вы гордитесь. Это за что боролись, на то и напоролись, собственно говоря. А может, Путин не узнает, может, он думает, что реально там 80% ведут, и он же живет в своей параллельной реальности. Вот ему покажут очереди. Возможно, ему покажут полдень против Путина, скажут, это за вас пришли, Владимир Ильич. Да, может быть, я сейчас вспоминаю, это же было в «Золотом петушке», в опере, который там не Пушкин написал, там совершенно либретто другого человека, про дурацкий народ, и как-то там народ при виде царя Дадона, который возвращается из похода, уже народ знает, что погибли сыновья, что вот сейчас будет Маханская царица, и народ начинает прыгать, кувыркаться, всячески козлами скакать, и говорит царю, что мы не знали бы, как жить без тебя, чем у нас себя занять, для тебя мы родились, и семьей обзавелись. А Шамаханская цариста на это реагирует, она так в ужасе на это смотрит, на все, на вот это вот, и говорит, да пропади ты злой урод, и дурацкий твой народ. Да, как еще земля восносит, там уже ды-ды-ды-ды. И это вот удивительно ради Путина вот так вот по избирательным участкам скакать к козлу, ходить, это взрослые мужики, да, это взрослые мужики, которые ходят, изброшают из себя Петра Первого, каких-то русских богатырей, каких-то медведей, с какими-то баянами, с удочками. Это избирательный участок, это даже не поле чудеса, это что же за оболванивание страны. Вот ты на это смотришь, на это смотришь, и тебе стыдно. Да, это вот не ты, не твои друзья, не твои знакомые. Ты смотришь и пытаешься это развидеть, вот как будто бы, знаете, как будто на другой планете совершенно, да, собрали каких-то существ, да, я не знаю, заставили их на перегонке есть червяков. И ты на это смотришь и думаешь, господи, ну перестаньте, ну стыдно же, ну что же вас, ну кто же вас заставляет, просто бросьте все это, выплюньте, идите, ну, идите себе, живите, работайте, радуйтесь, книжки читайте, в кино ходите, ну, что ж такое-то? Нет, нет, а ну, это какие книжки, какое кино, если бы это делали, то у него такого бы и не было, конечно, все это, да и что, запрещают Чебурашку смотреть, ну вот они, может, и ходят, а как-то посмотрят Чебурашку, Чебурашка тоже сегодня был с апельсинами на избирательных участках. Ну вот, да, последствия того, что посмотрели Чебурашку. Это жесть просто, конечно, да, да, это предела нет, это вот на, куда можно катиться, куда катит Путин, это все, сына миллиардера Ковальчука назначили зам главы администрации Путина, это он уже какие-то кадровые ротации начал? Ну да, он, в принципе, себя обставляет сейчас дочерьми и сыновьями. Сын Патрушева, да, соответственно, вот теперь, теперь Ковальчук, там много еще Дортбергет, они все вокруг него, потихонечку, конечно, под себя создает такой династический кадровый резерв, но проблема в том, что это династия Кеннеди, да, она династия такая политическая, а вот эти все династии, они совершенно не политические. Ни одна из дочерей Путина не равна Путину. Дмитрий Патрушев, это не Патрушев, сын Ковальчуков, там не Ковальчук, поскольку это назначен на любой пост без Путина, их сожрет противоборствующая группировка минут за пять, и костяшками не подавятся, потому что, ну, они же никто, они никто, ну, равно как и их папашки, никто, они все живы, они все богатые, они все влиятельны только благодаря Путину, только благодаря ему. Они, впрочем, это понимают. Как только Путин сдохнет, их никого не останется, потому что в этой паучьей банке, да, найдется один паук, одна крыса, которая всех сожрет. И у меня есть одна точно хорошая новость. Какая-то крыса будет всех жрать, ей будет не до Украины. КОНЕЦ